Ближе к берегу. Стартовал 11-й и последний этап надвижки пролетного строения Фрунзенского моста. Какие работы еще предстоят строителям и почему путепровод имеет изогнутый профиль. Стратегический объект в новом ракурсе увидела наша съемочная группа. Прессу на стройплощадку Фрунзенского моста приглашали неоднократно, но впервые съемочные группы работали на правом берегу. Пролетное строение практически преодолело русло реки и приближается к улице Фрунзе. Несколько дней назад стартовал последний 11-й этап надвижки, который завершится в 20-х числах сентября. На данном этапе металлоконструкции центрального сегмента пролетного строения займут свое проектное положение. Вес металлоконструкции центрального сегмента составляет 8150 тонн, протяженность 559 метров. По завершению надвижки мы планируем приступить к монтажу крайних участков пролетного строения. Также в рамках проекта построен мост через озеро Банное, путепровод на улице Шоссейный. На каждом из берегов идет активная подготовка к возведению транспортных развязок и автодороги. Укрепляют склоны, ведут земляные работы. Общая протяженность новой трассы вместе с Фрунзенским мостом превысит 2,5 километра. Сделать два берега ближе друг к другу поможет и дополнительное финансирование. На строительство Фрунзенского моста из государственного бюджета направят еще порядка миллиарда рублей. Такое решение было принято в августе этого года в федеральном Минтрансе. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд встреч с руководством федеральных ведомств. С министром транспорта России Евгением Дитрихом обсуждали в частности и строительство Фрунзенского. Мы достигли договоренности увеличения финансирования. Напомню, что сроки окончания работы планировались в 2020 год. Сегодня мы создаем все условия для того, чтобы работы завершить в году 2019. Всегда привык отвечать за свои слова и не буду давать преждевременных обещаний. Но то, что уже по текущему году мы сегодня приняли решение министром увеличения финансирования сооружения мостового перехода, это очень важно, это ускоряет сроки. Эта транспортная артерия имеет стратегическое значение прежде всего для Самары. Она даст возможность доехать из Куйбышевского района до исторического и делового центра за считанные минуты. А еще обеспечит пропуск автомобильных потоков в сторону двух федеральных трасс М-32 и М-5. Жителям Самарской области повезло вообще жить во время, когда у нас появляется новый мост, который однозначно разгрузит как городской округ Самара, так и на самом деле повлияет на удобство жизни для всех жителей Самарской области. Станет более удобная логистика граждан, более удобная логистика грузов. В график строители укладываются, как и во все нормы технологического процесса. Например, волнистый профиль моста – это тоже часть технологии. После завершения финального этапа на движке полотно приобретет правильную форму. Анна Ивахина, Александр Каракулько, Новости губернии.